Всем большой привет! Очень рада видеть вас на своем канале. В первую очередь я, конечно, бы хотела нас поздравить с наступлением лета. Это самое любимое мое время года. И так получается, что именно в этот период собирается мой любимый гардероб. Сегодня я покажу вам вещи, которые я бы приобрела на летний период в первую очередь. То есть видео сегодня будет на тему гардероб с нуля. На лето. Как всегда, небольшая оговорочка. Это базовая капсула, которая подходит мне. Потому что базовый гардероб формируется под ваш стиль жизни, под вашу работу, учебу, под ваши предпочтения, под вашу фигуру и вообще под очень много разных факторов. Поэтому учитывайте это при просмотре. Ну, надеюсь, что кто-то сможет найти для себя какую-то основу, на которую может опереться при создании своего базового гардероба на лето. Видела на эту тему несколько видео. Там обычно в качестве примеров показаны просто рандомные фотографии. Но я решила, что я буду показывать все на себе и буду показывать мои личные вещи. Не буду долго болтать, давайте сразу перейдем к вещам. Первое, что я хотела показать, это топ. Причем степень его открытости вы можете регулировать сами. У меня это укороченный топ, у вас, например, может быть майка полной длины. Для меня это незаменимая вещь, особенно летний период. Я ношу их, наверное, начиная с того момента, как становится тепло и заканчиваю тем, как становится холодно. Поэтому топы у меня есть во всевозможных цветах, фактурах, фасонах и так далее. Первый, белый, это самый, наверное, универсальный для меня цвет. Но при этом понятно, что он самый коварный. Поэтому выбирайте топы в таком цвете, более плотные, чтобы они не растягивались и не просвечивали. Особенно, если вы собираетесь топ носить без верхнего слоя. Второй, это молочный. Так как летний гардероб это всевозможные оттенки белого цвета, то иногда к более теплым хочется надеть молочный топ, а к более холодным, например, белый топ. При этом этот топ самый короткий из всех, которые у меня есть. И третий цвет, это черный. Здесь мог присутствовать, конечно, какой-то яркий цвет, если вы, например, не носите черное летом. Но при этом он самый практичный. Следующая вещь, абсолютно понятная каждому, это белая футболка. Особенно даже про нее нечего рассказывать. Я думаю, что все про нее все знают. На лето я, конечно, люблю больше всего белую футболку. У меня даже других цветов практически нет сейчас. Наверное, скорее всего, я бы еще выбрала себе какую-нибудь оверсайз футболку с каким-то интересным принтом или, возможно, надписью, чтобы носить ее как самостоятельную вещь. Но, тем не менее, выбирайте в свой гардероб, опять же, какую-нибудь более плотную футболку, которая не будет просвечивать, растягиваться и сильно мяться. Вообще, на 100% уверена, что летом нельзя выглядеть плохо, если вы имеете в гардеробе футболку и хорошие шорты. Или, может, даже джинсы. Надевайте эту футболку, шорты или джинсы, добавляйте кеды или, возможно, открытую какую-нибудь обувь, сумку, и все. Вы готовы. Абсолютно ничего не надо делать. Вот вам от меня совет. У меня она от Аймкло. Я, наверное, не буду сейчас говорить все бренды вещей, которые у меня сегодня будут представлены. Я их все распишу в Телеграме, чтобы было удобнее и не тратить на это время. Следующая вещь, которой у меня не было в зимнем гардеробе, даже в осеннем, это рубашки. Для своего летнего гардероба я выбрала две. Одну, например, я выбрала яркую. Можно было бы любого цвета. Я взяла голубого. При этом она тоже достаточно базовый цвет. У меня голубой с полосочкой. И она более плотная, такая хэбэшечка, держащая форму. И вторая уже изо льна. Она более прозрачная. Совсем абсолютно другая рубашка. Ее применение тоже отличается от голубой, например, рубашки. Но, тем не менее, она также нужна в моем гардеробе летом. Голубую обычно, например, я ношу растегнутую в качестве второго слоя. А белую, вот, например, уже в качестве первого слоя, уже заправляю в шорты, в юбки. Ну, иногда, конечно, использую в качестве второго. И также я беру ее на отдых, на море. Она там просто необходима. Причем к голубой рубашке у меня есть в комплекте шорты. Я думаю, что вы не первый раз видите эту рубашку и эти шорты у меня на канале. Те, кто особенно подписан на меня давно. Я очень люблю этот комплект. Он у меня давно в гардеробе. Причем я ношу его не только летом. В холодное время года я люблю носить его дома. Вот что значит, вещь хорошо работает и не залеживается в гардеробе. Универсальный костюм, который можно носить, например, с застегнутой рубашкой и шортами. Можно шорт носить отдельно, рубашку можно носить отдельно. Под рубашкой надевать топ. И вообще очень много разных способов. На отдыхе тоже такой комплект очень мне обручал. Я даже надевала его просто на купальник и шла на пляж. В климите, в котором я живу, иногда бывает холодно. Особенно вечерами. Поэтому без верхнего слоя здесь не обойтись. Иногда даже рубашечкой уже не обойдешься. Поэтому первое, что добавляю в качестве верхнего слоя, это пиджак. Или жакет, как хотите. Как только я говорю про лето, сразу у меня в голове появляется белый жакет. Я выбрала для себя такой однобордный в молочном цвете, более теплый. Я стою сейчас точно в таком же жакете. Они даже одинаковые. Если говорить про базовый гардероб, то я бы скорее всего выбрала белый. Потому что он подойдет абсолютно ко всему. Конечно, было бы хорошо, если бы у вас в комплекте с этим жакетом были брюки, шорты, юбки и так далее. У меня такого нет. Но, к счастью, все мои брюки и шорты как бы подходят к этому жакету, несмотря на то, что они не в комплекте. Скоро буду показывать вам все варианты образов с этими вещами. И второй, более повседневный вариант верхнего слоя, когда холодно, это куртка джинсовая. У меня оверсайз, такая крупненькая, как будто бы снята с мужского плеча, но при этом она женская. Поэтому у нее короткий рукав, такой, как подходит мне. Но при этом отличная длина, она не укороченная. Это на тот случай, когда надоедает жакет или когда не хочется слишком наряжаться. Все-таки белый жакет, он всегда продает небольшой праздничности, при этом я его добавляю в гардероб, чтобы был вариант образа на вечер, скажем. И сейчас перейдем к низам. Первое, что я добавляю, это, естественно, шорты. Их лучше всего, конечно же, подбирать под вашу фигуру, под ваши предпочтения. Мне больше всего импонируют вот такие более-менее укороченные шорты, но при этом такой приемлемой длины на высокой талии, с возможностью вставить сюда ремень. Они у меня из очень плотного хлопка, наверное, с добавлением льна, но при этом льна, наверное, так мало, что они не сильно мнутся. Такая у них приятная очень ткань. Сейчас я даже посмотрю, наверное, состав, чтобы точно сказать. Ну, знаете, оказывается, это стопроцентный лен, но в отличие от того льна, который я знаю, они практически не мнутся. И те заломы, которые на них остаются, они все равно как-то приемлемо выглядят. Бывает, лен прям сильно-сильно мнется. И это нормально для этой ткани. Такой фасон для меня и повседневный, при этом его можно будет надеть на вечер, например, меняя к ним обувь. Чаще всего, конечно же, шорты выбирают из денима, но я решила, что из денима у меня в моей капсуле будет мини-юбка. Чтобы не повторяться, у меня, наверное, не самый удачный пример. Она немного более драная, чем мне хотелось. Тоже достаточно старенькая юбка. Но пока что не находила ничего лучше, чем эта юбка, потому что она на мне хорошо сидит. При этом юбка и шорт немножко в разных цветах, о чем я говорила ранее. Шорты молочные, юбка более белая, что позволяет мне создавать гораздо больше вариаций образов. Я уже говорила про климат, в котором я живу. Я живу в Петербурге, у нас здесь очень переменчивая погода, поэтому никогда не знаю, что будет завтра. Поэтому в моем летнем гардеробе появляются брюки и джинсы. Первые джинсы Levi's, которые я показывала уже в одном из своих базовых гардеробов. Очень для меня универсальная пара джинс. Они просто прямые и из такого светлого денима. Своего рода классика. Зато второй вариант джинсов я выбрала абсолютно противоположный первому. Во-первых, по цвету это молочные джинсы. Во-вторых, это джинсы широкие, прямо в пол и с небольшими дырочками на коленках. Когда же носить джинсы в дырочку, если не летом? Тут, конечно, важно выбирать джинсы, которые хорошо подчеркивают вашу фигуру, чтобы вы в них выглядели как конфетка. Я для себя выбрала две модели джинс. Одна прямая, другая широкая. А вы для себя выбираете ту, которая больше всего подходит вам и вашей фигуре, больше всего вам нравится и подходит вашему настроению. Здесь нет каких-то правил. Главное, чтобы вам подходило. Помимо джинс я все-таки добавила еще и брюки. Мне даже стыдно признаться, сколько этим брюкам лет. Наверное, года четыре. И они уже поизносились конкретно. Но рука все-таки никак не поднимается, от них как-то избавиться, потому что нет замены этим брюкам. Высокая талия, и они укороченные как раз подходят под мою длину ног. Ну и самая главная, приятная часть гардероба это платье. Когда же, если не летом носить платье? Вообще для меня этот период это время платьев. Другого периода в году для платьев у меня практически нет. Поэтому я выбрала сразу же четыре модели. Давайте начнем с самого универсального, которое я могу носить каждый день. Очень простое платье, которое больше похоже на топы, которые я показывала в самом начале. Так оно и есть. Это такое платье в рубчик, в белом цвете, с небольшими затяжками по бокам. Оно мини. Но при этом можно затяжки как опускать, так и поднимать, чтобы оно было короче, либо длиннее. Для меня это платье универсально тем, что, во-первых, его можно носить со всеми моими верхами, которые у меня присутствуют в этом гардеробе, начиная от жакета, заканчивая рубашками. Мне очень нравится такая формула образа, когда надевают мини-платье и наверх что-то прямо под длину платья. Получается очень в моем стиле. Второе платье более закрытое, которое можно уже даже носить чаще, как самостоятельную единицу, чем, например, предыдущее платье. Предыдущее хочется с чем-то сочетать, с чем-то более объемным сверху. А это платье само по себе уже объемное, оно такое струящееся. Признаюсь честно, очень старенькое. Я даже на канале его показывала очень давно. Но вы не представляете, насколько такой фасон мне нравится летом. Во-первых, все закрыто, даже в случае, если бы сгорели, это очень удобно. И чтобы предотвратить сгорание кожи, тоже отлично подходит. Кажется, что в нем очень много тканей, в нем будет очень жарко, но на самом деле абсолютно не так. Оно струящееся, не плотное абсолютно и не касается кожи. Наоборот, ветер задувает и становится прохладно. Так что, если выбираете какое-то фасонное на лето, вот, мне кажется, это одно из тех платьев. Я не знаю каких-то супер базовых платьев на лето. И мне кажется, и это не нужно никому знать. Просто нужно выбрать те платья, которые вам подходят к вашей фигуре. Потому что платье это самодостаточная единица, самостоятельная, которую практически ни с чем не нужно сочетать. Вы просто надеваете платье и добавляете к ней обувь и сумку. Все, она ни к чему не должна подходить. Вы можете выбрать хоть розовое, хоть зеленое, хоть какое платье. Оно не обязано подходить к каким-то вещам, к джинсам, к брюкам и так далее. Еще одно платье, это как раз платье для настроения. Вот оно у меня как раз разноцветненькое такое. Это платье комбинация, которое сделано как будто бы из разных лоскутов ткани. Учитывая тот факт, что оно такое яркое и вообще всеми как-то негласно принято выбирать для базового гардероба какие-то супер нейтральные оттенки. Я считаю, что это платье отлично вписывается в ту капсулу, которая у меня получилась. И его можно носить даже вот так вот на футболку, чтобы не открывать плечи. Но вы можете выбирать платье комбинацию под себя, оно может быть и укороченное, мини-вариант, может быть обтягивающее, может быть вообще какого-нибудь нейтрального цвета, например молочного, либо бежевого. Я вот выбрала для себя веселенький вариантик. И последнее платье, это платье тоже для особого настроения, которое обязательно будет летом, как же без этого настроения, это платье такое более вечернее. Оно собранное такой формы, оно полностью обтягивает, уже более формальное. В нем уже не так себя свободно чувствуешь, как скажем, в том белом коконе. Но зато в нем приобретается особое настроение, особенно если бы к нему добавить какие-нибудь каблучки, праздничную сумочку и пойти на какой-нибудь вечер, ресторанчик, на свидание, на выпускной даже может быть, а может быть на свадьбу к лучшим друзьям. Выбрала такой цвет, мне он очень нравится. В этом году, летом опять ко мне возвращается любовь к ярким цветам. Теперь мы перейдем к аксессуарам. Я выбрала для себя, так, вообще это невозможно, конечно, выбрать какие-то конкретные сумки, потому что я любительница большая сумок, но я все-таки сделала выбор, я взяла три штучки. Самая, на мой взгляд, универсальная на лето сумка, это сумка в белом цвете. Потому что, во-первых, зачастую у всех летом более светлые гардеробы, более яркие, а белые подходят абсолютно к любому цвету, даже если у вас черный гардероб. Поэтому я выбрала вот такую вот маленькую сумочку, в которой как раз все помещается необходимое для прогулки, для встречи и так далее. Это сумка от моего бренда, которая пока еще, правда, не вышла, но скоро, уже совсем скоро появится в продаже, я обязательно дам об этом знать. Базовая модель, которую я хотела очень давно сделать. Летом можно отрываться, уходить в отрыв полный, особенно с сумками. Опять же, по той же причине, чаще всего у всех более светлые гардеробы, очень много присутствует белого, вот у меня так, поэтому я к гардеробу добавила яркую сумку, но уже более вместительную, чем предыдущая. Это мой любимый пирожочек, который тоже моего бренда. Это не случайно, потому что я действительно сделала сумки, которые я давно хотела, и которые я искала, и которые я ношу каждый день. Как раз в эту сумку уже может поместиться бутылка воды, могут поместиться очки, большая расческа, какие-то уже даже документы можно положить. И еще один вариант сумки, которая тоже нужна мне в гардеробе, это такая соломенная сумочка. У меня она от Emporio Armani, еще с прошлого года. Очень мне она нравится, особенно нравится сочетание плетеного такого материала и белых вставок. Конечно, во-первых, она нужна для тех моментов, когда я еду на отдых, незаменимая вещь, и на пляж сходить, и погулять, и так далее. Но, во-вторых, она также нужна и для города. Плетеные сумки отлично тоже вписываются в повседневную жизнь в городе. Ну и последний пункт, это обувь. Начну, пожалуй, с более открытой обувью, которая ассоциируется с летом. Первое, это вот такие сандалии абсолютно на каждый день, сандалии на липучках в кремовом, таком бежевом молочном цвете. Она у меня еще с прошлого года, такая уже чуть поношенная, потому что носила я ее каждый день. Следующая пара уже более элегантная, белые босоножки на тонких перемычках, на такой более высокой платформе, для того, чтобы немножко увеличить рост, но при этом не ходить на каблуках. Она как раз подходит для более элегантных образов. Еще одна открытая обувь, которая, так скажем, для настроения. Это туфельки на каблучке, на небольшом, зато они розовые, зато они с такой большой блестюшкой. Они нужны мне летом, во-первых, для настроения, во-вторых, для создания более вечерних, более праздничных образов. Например, можно на контрасте их надеть с тем же самым зеленым платьем. Розовым, зеленым, кстати, очень красивым. Или надевать их наоборот, чем-то более кэжуальным, таким как джинсы, и добавлять к этому просто топ и жакет, но при этом надеть эти туфли будет очень празднично. Одна деталь, но сразу настроение вечеринка. И закрытая пара, это кроссовки, которые не нужно даже покупать к лету обязательно, потому что они у меня в гардеробе есть с весны, с зимы, я ношу их круглый год. Выбрала одну пару, это Adidas в форме, в светлом цвете. И вторая пара, это кеды Converse. Естественно, в них будет более жарко, чем в открытой обуви. Но для каких-то активных видов деятельности летних, например, кататься на велосипеде, на скейте, или очень долго гулять, вот кроссовки или кеды, они незаменимы. Ну и на этом у меня все. Я вам показала абсолютно все вещи, которые хотела показать. Что еще хотела сказать? Я обязательно по каждой вещи постараюсь найти аналоги в магазине. Возможно, что-то из моих вещей еще продается. Также я прикреплю. Все это я оставлю в Телеграме. Например, я буду брать жакет, искать жакета в разных магазинах на разную ценовую категорию. Плюс также я там поделюсь всеми брендами вещей, которые я показывала сегодня. Поэтому надеюсь, что мы увидимся с вами в Телеграм. Вот так меня там зовут. Еще оставлю ссылку в описании. Надеюсь, что мы увидимся с вами в Телеграме. Ну и, как обычно, желаю вам прекрасного настроения, чудесного начала лета. Не забудьте подписываться на канал. Также буду очень рада комментариям под этим видео. Всем пока-пока.